Бسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه К нам в египетский отдел фетв поступил вопрос спрашивают о поднятии рук в мольбе некоторые люди утверждают, что это нововведение что это недозволено и в качестве довода приводят некоторые хадисы в которых говорится, что пророк Мухаммад не поднимал руки, кроме как в испрашивании дождя поднятие рук в мольбе является этикой и в этом единогласны все мусульманские ученые последователи разных мазхабов на это указывают доводы из Корана и Сунны в Коране сказано «Взывайте Господу своему со смирением и втайне» смиренная мольба бывает в спокойствии в приниженности перед Всевышним Аллахом «Как передано в хадисе, я прошу тебя, как просит бедный» Пророк, саллиллаху алейху ассалям во время обращения к Аллаху был в образе бедного человека который просил у своего господина имам Ассуити рахимахуллах когда в его время некоторые подняли этот вопрос и утверждали, что по этой теме нет достоверных хадисов составил книгу «Фадлюль вияи фи ахадиси раф'ль ядэйни фи дуаи» в которой сказано «Хадисы о поднятии рук мольбе известны и являются таватуром» Также Ассуити привел в книге Тадрибу Рави хадис от пророка, саллиллаху алейху ассалям что он поднимал руки в мольбе и об этом говорится также почти в ста хадисах Сообщение о том, что пророк, саллиллаху алейху ассалям поднимал руки в мольбе входят в категорию таватур по смыслу Такая практика достоверно установлена у пророка, саллиллаху алейху ассалям Имам Ассуити в своей книге говорит «Подними свои руки милостивому, умоляя, проси, плача и смиренно» «Аллах наиболее превосходный среди тех, на кого надеются и велик Аллах от оставления тех отчаянных, кто возвел к нему руки» Поднятие рук в мольбе является настоятельной сунной Пророк, саллиллаху алейху ассалям, сказал «Человек в мольбе осознает нужду милостивому Аллаху потому что он просит ущедрого и всемогущего» Превосходен Аллах от оставления своего раба, просящего, не исполнив его нужду Также тексты ученых-последователей различных мазхабов ханафиты, малекиты, шафииты, хамбалиты свидетельствуют о дозволенности поднятия рук мольбе Кто приводит в доводы некоторые хадисы, в которых говорится, что руки в мольбе Пророк, саллиллаху ассалям, не поднимал или же приводят слова сподвижников, что не видели, как Пророк, саллиллаху ассалям, поднимал руки в мольбе, кроме как испрашивания дождя Также хадис Анаса ибн Малика, ради Аллаху ангу, который приводится в обоих достоверных сборниках Этот хадис ученые обязали отнести не ко внешнему смыслу Имам Ан-Навауи, рахима Аллах, сказал Утверждено поднятие рук Пророкам, саллиллаху ассалям, мольбе в местах неиспрашивания дождя Их очень много, невозможно перечислить Некоторые я собрал, это около 30 хадисов из обоих достоверных сборников или из одного из них Также ибн Хаджар Ас-Калани говорит о том, что Пророк, саллиллаху ассалям, поднимал руки в неиспрашивании дождя Однако не так, как в испрашивании дождя, когда руки поднимают высоко Основываясь на этом, мы говорим, что поднятие рук в мольбе является настоятельной сунной Мусульманин в смиренном, униженном состоянии перед Всевышним Аллахом поднимает руки Отрицающему эту сунну, хадисы мутаватир от Пророка, саллиллаху ассалям, не принимающему слова ученых и доводы, которые ему упомянули Мы лишь говорим, что утвержденные опережают отвергнутые, изучившие довод оспаривают неизучившего Мы просим Всевышнего Аллаха дать возможность для всего благого и вызывающего удовольства Принять наши мольбы, возвеличить нас получением ответа на мольбу Мир и благословение Мухаммаду, его сподвижникам и всем Саламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату